Заброшенный завод Краян не интересует инвесторов. Об этом заявил исполнительный директор холдинговой компании Краян Станислав Брауде. Комплекс выставили на торге уже в третий раз, но приобрести объект желающих пока что нет. Детали у Алиси Повар. Еще 15 лет назад 5000 сотрудников Краяна даже не могли предположить, что крупнейший завод превратится в одни развалины. Когда-то Краян был ведущим заводом по выпуску подъемных кранов. Об этом напоминают только разрушенные цеха. Сегодня предприятие дважды банкрот. Бывшие сотрудники завода до сих пор не получили своих зарплат. От Краяна остались только долги. 66 миллионов гривен предприятие должно кредиторам. Руководство говорит, до этого довели предыдущие руководители. Якобы при тех предприятии лишилось 80% своей территории, а пригодное оборудование просто вывезли на металлолом. Во вторую процедуру банкротства и также во вторую процедуру санации предприятие вошло в 2007 году с долгами около 33 миллионов гривен. И за 6 лет санации еще накопило задолженность тоже около 33 миллионов гривен, то есть еще более половины. То есть вместо того, что поздравит предприятие, в принципе предприятие предыдущее руководство, скажем так, занималось тем, что только наращивало долги. Чтобы погасить все долги, Краян выставили на продажу уже в третий раз. В прошлое покупатели так и не нашлись. Стоимость имущества снизили с 67 до 43 миллионов гривен. Как признает само руководство, продать его вряд ли удастся, а восстановить работу завода уже невозможно. Завод лишен уже долгие годы самого главного – системы жизнеобеспечения предприятия. Это и отсутствие воды с 97 года на предприятии, и отсутствие электроэнергии как таковой. 10 лет назад один торговый центр выкупил часть территории завода и построил логистический центр. Руководство Краяна посчитало, что так можно поступить и с оставшейся территорией. В том числе писали и в импортные компании, чтобы попытаться привлечь сюда хоть какого-то инвестора для того, чтобы предприятие, не предприятие Краян, а тот инвестор, который зайдет, создавал дополнительные рабочие места. Но инвесторы пока не соглашаются. Мол, снизилась покупательская способность и расширяться нерентабельно. Под застройку жилых домов комплекс брать тоже не хотят. По всей территории завода проложены железные пути. Если Краян не купят как комплексный объект, то его начнут продавать по частям. Лампы, шкафы, здания, сооружения, машины, есть даже один катер. После этого я должна буду это разделить на лоты, сделать на это экспертную оценку и после этого выставлять уже имущество отдельными лотами. Экспертная оценка каждого лота выльется в круглую сумму, а предприятие вновь накопит новые долги.